Вчера на базе Кашхабельской школы номер один прошло мероприятие, посвященное профилактике употребления психоактивных веществ среди обучающихся общеобразовательных организаций, противодействию распространения наркомании, алкоголизма и табакокурения в подростковой и молодежной среде, пропаганде и здорового образа жизни. На базе МБУ СОЖ номер один АУЛа Кашхабель мы проводим муниципальный этап республиканского конкурса «Класс безвредных привычек» в целях совершенствования работы по первичной профилактике употребления психоактивных веществ среди обучающихся общеобразовательных учреждений. Данное мероприятие организатором является управление образованием АМО Кашхабельский район. Участниками данного категории мероприятия являются общеобразовательные учреждения Кашхабельского района. Свои классы представили 10 общеобразовательных учреждений района в муниципальном этапе конкурса «Класс безвредных привычек». Каждая команда вместе с классным руководителем на суд жюри представила открытый классный час по обозначенной тематике, подготовила плакат, пропагандирующий здоровый образ жизни и театрализованную постановку. Каждая из них, несомненно, творческая личность, и в ходе мероприятия это по праву оценили члены компетентного жюри. К подготовке педагоги подошли добросовестно, разработав интересные, а главное, поучительные сценарии. Классные руководители представили отчет о проведенных мероприятиях по пропаганде здорового образа жизни в подростковой среде. Школьники со своей стороны рассказывали о своих достижениях и увлечениях, участии в общественной жизни школы и района в целом. Я, Нагорокова Марьяна Нурбиевна, являюсь классным руководителем 7-го А-класса МВУ СОЖ номер 6 в поселке Друбка. В классе 14 человек. Наша жизнь бьет ключом. Мы на протяжении 3-х лет продолжаем открывать друг у друга все новые стороны, раскрывать тайные таланты, прививать полезные привычки. В классе проводятся совместные мероприятия, некоторые из которых стали уже традиционными. День знаний, День матери, День народного единства, День победы, День здоровья. Например, на День народного единства нами был организован школьный фестиваль, на котором ученики 7-го класса представили танцы и костюмы народов мира, представители которых обучаются в нашей школе. Живем мы с девизом «Наше здоровье! Наш успех!». Я являюсь классным руководителем 8-го А-класса МВУ СОЖ номер 8 Кашхатовского района. Я считаю своей первостепенной задачей выработать у детей здоровый образ жизни и решительно бороться с бедными привычками, грозящими перейти в пороги. Полезные привычки помогают формированию гармонически развитой личности, бредной наоборотом для ее становления. Наш 8-й фестиваль класс – это ребята симпатичные, интересные, молодые и красивые. Мы вместе радуемся в спинках каждого из них, преодолеваем у нас эти проблемы. В классе нет учеников с бедными привычками, потому что мы ведем здоровый образ жизни. Здоровый образ жизни предполагает воспитание патриотизма. Эта тема сегодня актуальна, как никогда. Мои ученики участвовали в акции «Пакта партии», «Еординское место», «Письмо военнослужащему», «Посылка солдатам», «Участие в военнослужащих соревнованиях, посвященных днём Отечества и днём защитника Отечества». Мы, волонтерский отряд, поделись своей добротой. Принимаем участие во многих акциях «Твори добро», «Не носи в детство суть мир», «Читаем книжки малыша», «Акции о билетах», «Экологический десант» и «Я выбираю жизнь». Мой класс активный учащий, общешкольник, районный спортивный протезан. Средняя школа номер 6 представляет сказку-пьесу «Три сестрички. Вредные привычки». В Непотором царстве, в нашем государстве, где свирепствуют морозы, а весной цветут милёзы, жил-был один старик. Сам работал, не ленился, и своими детьми гордился, Их у этого старика подрастало три молодца. Старший сын начал избы рубить. Как же без дома семям прожить? Средний сын стал хлеб расти. Что почётнее может быть? Ну а младший сын был весел, голосист, и на всю округу лучший гармонист. И отец их часто слышал от людей. Ну спасибо тебе, детка, сыновей. А что было дальше, смотрите сами. Вот что, детушки, сыновья, вас созвал не случайно я. Хорошо мы, добро живём, только вам пора строить свой дом. Сами мы о том спросить хотели, и невесту же мы приглядели. Они ведь тоже три сестры, с собой красавицы, и давно отец, они нам нравятся. Вот и славно, сватов засылаем, да и три свадьбы вместе играем. Дни прошли, пробежали недели, месяцы за ними пролетели. Только что-то замечает он. Не такими стали сыновья. Вот старший сын, его гордость и отрада. Казалось бы, чего ещё надо? И жена ему подстать, узоры любит выплетать. Куренья табаков на её зовут. Только разве из дыма узоры плетут? Вот и средний его сынок. Теперь он тоже не одинок. Всегда она еду разогревает. Где-то градусов до сорока, более алкоголевно у второго сынка. А третья – ластовая маня. Вообще-то зовут её наркоманья. Она юная, счастливая такая. Всё время в облаках витает. И решил старик навестить сестру, пока дома всё спокойно. Жюри отметила высокий уровень исполнительского мастерства школьников, а также социальную значимость представленных театрализованных постановок. Наибольшее количество баллов набрала команда средней школы номер 11 под руководством Альбины Бричевой. Они стали победителями и лучшим классом безвредных привычек. Второе место у команды СОШ номер 3 под руководством Фатимат Пиштиковой. И третье у СОШ номер 7 под руководством Юлии Христининой. Победитель муниципального этапа конкурса «Класс безвредных привычек» примет участие во втором этапе конкурса в республиканском.